Девушки отдыхают Командир подразделения, ведете себя, как какой-нибудь там Мухаммед Али Вы скажите спасибо, майор, что дело не довели до прокуратуры Спасибо Перестаньте поясничать Ваше поведение это позор Для всей дивизии Попрошу выйти всех, майора Власова, остаться Слышь ты, сопля, стоять Пустите Сказала стоять Пустите Без тебя тут точно не обошлось Это ты за мной шпионила? Мне больно Шпионила я тебе говорю В глаза смотри Мой папа вас все равно не любит Потому что вы гулящие Надо же Дрянь какая Власов, Власов Возник у вас конфликт Ну могли вы с ним спокойно сесть и полюбовно разобраться Ну в конце концов Мог ты ему без свидетелей как-то рожу-то начистить Все уже в городке знают У тебя же такая биография Послужной список Все разом решил перечеркнуть, да? Товарищ генерал полковник Может быть выговором ограничимся Строгим, само собой, разумеется А я не понимаю, зачем прощать Сегодня майора А завтра на подполковников перейдем Власов Предлагаю передать документы в прокуратуру С нашей рекомендацией Об увольнении Из рядов вооруженных сил Майора Власова По служебному несоответствию Отставить Это уж мне решать Кого увольнять и как Понятно? Виноват, товарищ генерал И на основании Проведенного членами комиссии Расследования Приказываю Начальника дивизии связи Майора Власова Понизить должность И оформить его перевод на должность Командира батальона связи В расположении воинской части номер 43-52 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Майора Власова Субтитры создавал DimaTorzok Иди сюда Так Так Курево имеется? Мы не курим Садись Дуй 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 Выстрел, значит, я этих болванов под лоцом А не мне Здравия желаю, товарищ майор А я им Шагом А нет Раз Раз Оборачивается А никого нет Как так Как так? Как так бывает? Пустота Так бывает? Да, бывает Это что такое? Вы уж извините, товарищ полковник Папа, что такое депрессия? Депрессия 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 Это когда Все плохо Все как-то Не складывается И машина Никак Не идет А что ты там такое читаешь? По данным статистики Холостые живут на 10 лет меньше женатых Они подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям И депрессии И где-то такую глупость вычитываешь все время Как дитя малое, ей-богу Десять лет жизни глупость? Так, ладно Вставай До развилки недалеко А там попутку поймаем Пойдем Не смешно А вот еще такой, знаете Прапорщик ждет трамвая Идет Прапорщик Трамвай Стой! Резво! Хочешь служить с Мисси Громович? А ты? А я уж служу Два Ну О, давай майора возьмем Стой! Раз, два Резво! Рад желаю, товарищ майор Разрешите помочь? Помогайте Идет Здравствуйте, товарищи! Присаживай Здравствуйте Здравствуйте Здорово Спасибо Власов, вот только встреча! Здорово! Витька, Кислухин! Не ожидал Смешно Надо же Пап, смотри, какие волосы! Пап, тебе нравится? Да, ничего Зимой не холодно А почему майора Никто не встретил? Так это Отправляли машину Ну, видимо, из-за снегопада Нехорошо Кстати На эту тему один анекдот Маша Держи Спасибо Сколько я? Скоро семь будет А ты знаешь, что сладкое вредно От него зубки болят Знаю Только вот мой дедушка До ста двадцати лет дожил Как это? Потому что сладкое ел Нет Потому что Наш чужие дела Не совал Маша Здравия желаю Привет Это моя крепость Прошу Разрешите, помогу? Спасибо Спасибо А вы здесь служите, да? Да Семен Знаменосец Лиля Просто Лиля Спасибо Спасибо Ура! Ура! Папа! Скорее! Открывайте его! Не попало! Ура! Смотрите, новенький А откуда они? Не знаю Ой, Наташка Вот это жизнь Правильно Тогда уехала И меня с собой позвала Мужиков Все при погонах Гульнем с тобой Угу А у нас Васька спился Ого Как вам? Голубев на свадьбах играет Докатился Малахов На рынке торгует тряпками Да ты что? Зяба 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 на химкомбинате Зяба, Зяба Зяба, кто это? Ну, кто это? Ну, длинный такой СБ класса А-а-а Это который в такой дурацкой Ну, да В джинсовке До сих пор у неё бегает. Слушай, Лилька, сходила бы ты к начальнику штаба, а? Он тебе комнату выделит. Да ну и эту комнату. Я лучше у тебя поживу. В сгоёмке веселее, правда? Лилька, не противоречишь Конституции? Как это? Не лишай меня. Право на личную жизнь. А, ну-ка, ну-ка. Кто там в белье моём лазит? Угу. Ты больше не делаешь, что мы с тобой не знакомы, ладно? Надо было сказать полковнику, что ты моя женщина и я с тобой сплю, да? А почему нет? Да скучно всё это. Скучно. А мотаться ко мне каждую неделю тебе не скучно? Да что за упрёки-то, а? Ну я же предлагал тебе перевестись в управление. И ещё раз предлагаю. Видишь, я не отказываюсь от своих слов. Будешь служить под моим началом. Может, ты меня ещё с женой своей познакомишь? Ой! Да при чём здесь жена? У неё свои задачи, у тебя свои. Тебя что-то не устраивает. Я вот что-то не припомню, когда я обещал на тебе жениться. По-моему, тебе пора. Пончик здесь будет жить? Ну а почему нет? С ней-то мы знакомы. Зря. Подумай, Наташенька. Хорошенько подумай. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Майор Власов! Я! Выйдьте из строя! Есть! Приказом министра обороны на должность командира отдельного батальона железнодорожных войск назначен майор Власов Григорий Михайлович! Киселёва, ну как тебе новое командование наше? Винять командование батальона! Ничего выдающегося. Точно? О чём только в управлении думают. Отставить разговорочки! Здравия желаю, товарищ майор! Отставить! Это что? Это вентиляционный отсек. Там узел связи. А это что? Это ремонтированное. Ремонтированное. Здание старое, строилось ещё при Сталине. Ну, финансирование, сами понимаете. Здравия желаю. Извините, товарищ майор. Служба. У нас девушки ответственные. Если на минуту боевой пост покинули, пули обратно. Фигня какая-то. Давай попробуем вот это. А по-моему, так ничего. В том, сидел, что ничего. Лилька, учись бить в десятку, без промаха. Ой, ой, Киселёва, что ж ты у нас до сих пор никого не подстрелила? Ты же у нас снайпер. Так десятка не вижу. Кругом одни шестёрки. Ой, прости, пожалуйста. Исключаю твоего начискладом. Эдика? Ну, конечно. Очаровала его, такой важный пост доверил. Влюблён, небось, давно. Ой, да больно надо. А вот так хорошо. Не, ну, посмотри, правда хорошо. Вырез большой, нужно как-то шею будет прикрыть. Шарфик, помнишь, у тебя такой розовенький был, лёгкий? Да вот ещё. Да он у меня дома, я даже не знаю, где он у меня лежит. Комарова, ты чё, праздник хочешь нам сорвать? Не пойму. Да и без шарфика хорошо. Тебе, может, и хорошо. А нам нужно для настроения. Да, Лилёк? Наметнись, а. Ладно, сидеть тихо, бедник кому не открывать. Кольца. Специфически. Я тоже не сразу привык. Ну, вот видите, девочки у нас хорошие. Шарфик, ну спасибо. Военнослужащие. У нас примерка. Девочки, вы на минуточку. Костя, ну подожди. Кто дежурит? Девчонки. Рабочек судаков. Снять немедленно. Снять немедленно. Есть. То есть, как, совсем? Ну, раз командир приказал. Отставить. Миллион на место, снять с дежурства. Есть. Я так волнуюсь перед присягой. Прямо в грудях дрожь. Ой, ты уж как-нибудь сдерживай себя, чтобы ненароком кого не зашибить. Так. Ой. Ты посмотри, какая красота. Ой. Что это? Ну, что-что. В форме на колготке. Секретное оружие швейников в армии. На, держи. Так, что тут? Ух ты. Смотри. Смотри, какие панталоны. Наверное, пора на выходные комаровой. Наш шклормен подарил. Ой, как увидела я в этой красоте. Сразу надо начало бурдирование выдавать. На, 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 комарова, комарова. Ой, красота. Слушай, Наташка, а ты перед присягой боялась? Нет. Нет? А я боюсь. Слушай, я думаю, губы красть или нет. Я же им все знамя измажу. Так, губы красть не буду, а глаза накрашу. Праздник все-таки. Так, клянусь, это как выполнять? Троржественно клянусь, выполнять воинский долг, защищать родину, слушать командиров, начальников. Что здесь происходит? Да что, разве можно человека так пугать? У меня же сердечный приступ, может быть. Да вы, ну что вы, ей богу, подкрадываясь. Я? Нет, нет, я. Фамилия? Кисельева. Фамилия? Фидорчика. А узел связи? Да ладно. Узел связи! Привет. И ты считаешь это военной частью? Гриш, да смотри на жизнь, проще. Да и на баб тоже. Да что на них смотреть? Дурак. Тут же пахать и пахать. Да ты чё? Целая рота. В штабе дивизии я бы давно уже... Да ты не в штабе дивизии! Ну хочешь, я заберу тебя к себе в управление? Хочешь? А там женщины есть? Муха! Отставить! Гриша, у тебя же вся жизнь вверх ногами. Ну, не пари горячку. Присмотрись. Они всё-таки женщины. Бывай. Они не женщины, они военнослужащие. Ты раненый, ты должен лежать. Тебе надо делать операцию. А я буду температуру верить. А потом он умрёт. Не бойся, ты не умрёшь. Настоящие солдаты не умирают. А ты чё пришла? Мы с тобой не играем. Я солдат. Не солдат. Девчонки солдат не бывают. А моя мама солдат. Не солдат, а сержант. Иди отсюда. Не мешай нам делать операцию. Подумай. А я не туда залез. А ну, Клина, пошёл, вот с головой. Малыш, ко мне! Малыш, иди ко мне! Малыш, иди ко мне! Прежде всего, вы военнослужащие. Не только потом, женщины. Поэтому, извольте служить. С завтрашнего дня все обязаны пребывать в расположении части по военной форме. 8.00, определяю подъём флага. С понедельника, изучение устава. Во вторник, политзанятия. В среду, спецподготовка. В четверг, физподготовка. В пятницу, строевая подготовка. Вопросы есть? Вопросов нет. Есть. Товарищ командир, а когда же личная жизнь? Личная жизнь? В личное время старший прапорщик. Комарова. Старший прапорщик Комарова. Итак. Пункт первый. Слышь, Грекова, там кто-то бельё снимает. Случайно не твоё? Где? Отстаньте! Отстаньте! Прошу, товарищ полковник. Сегодня и машина нашлась. И сугробы не помеха. А так расчистили, товарищ полковник. Лично распорядился. Так что доставлю с комфортом. Не беспокойтесь. Что ж ты, майор, о сугробах побеспокоился, а девушек на обратную дорогу не припас? Виноват. Ой. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо выглядите. Спасибо, товарищ полковник. А сегодня прекрасный прапорщик Наташа не составит нам компанию. Отлично вам, товарищ полковник. Всегда с радостью. Но уж больно у вас сегодня много незнакомых мужчин едет. Стесняюсь. Фамилия? Эдик. Фамилия? Грекова. Так, шапка. Форменная. Какой же ты все-таки важный. Одна штука. Бюрократ. Наташа, подходи, я тебя без очереди обслужил. Спасибо, не торопимся. Ну-ну-ну. Так, перчатки две пары. Колготы. Наташа, а хочешь розовые? Эдик, для меня припас. Да нет, голубые. Почему? Мои руки слухи, но не нравится розовый цвет. Голубые, Комарова. К лицу они мне. Фамилия? Федорченко. А твоего размера у меня вообще нет. Ладно, посмотрю. На, подбрасывай. У меня больше нету девятых. Мой ход. Вито. Я выиграла. А что здесь происходит? Ой. Фамилия? Сержант Могаськин, рота охраны. Фамилия? Младший сержант Губов, отделение связи. Доложите своему начальству наложенном взыскании. Муха за мной. До свидания, мальчики. Смирно. Значит, на сигареты играешь. А на что еще играть? На интерес? Может, ты куришь уже? Ты думаешь, я не знаю, папочка, что детям курить вредно? Карты. Трех не хватает. Опять жульничала, да? Зато выиграла. Мария Власова, наряд не очередью. Пап. Отставить разговоры направо. Шагом марш, мыть посуду. Здесь мыть посуду. Марш, марш. Смирно. Равнение на знамя. Федорченко. Я. Для принятия присяги выйти из строя. Есть. Я, Федорченко Лилия Сергеевна, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Оставить. Оставить смех, кому говорят. Смирно! Отставить! Сейчас снова-то поймаю! И на герой! Перестаньте! На герой мерзактор, товарищ! Ну, чего ты, а? Галя, ляпа! Ну, перестаньте! Кто из нас отец, я не понимаю? Разберись с ними! Ляпа, ляпа, ляпа! Ладно, ладно, все, хватит! Даня, Люся! Идите в комнату! Маш, отсюда! Люська лампу разбила! Ой, позор, а, ябеда! Днем от этого солдафона покоя нет! Вечером вы тут у меня! Ну, деспоты! Ну, почему же солдафон? Ну, ладно, ладно! Иди уже! Футбол посмотри! Чего ты такая злая, а? Хочешь я тебе крючка покажу, а? А? Не хочу! Ну, давай зайку покажу! Не замерзла дождь! Ха-ха-ха! 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 Ой! Здравствуйте, Семен! Здравствуйте, Лиля! Я тут шел мимо, решил зайти! А, я думала, вы... Но... А это вам! Ой! Это мне? Да! Это вот здесь! Ха-ха-ха! Вот так! Ха-ха-ха! 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 Ну, что же вы? Я тогда пойду? Да! Идите! Ну, Семен, заходите! Ха-ха-ха! Заходите! Чего же вы? Ха-ха-ха! Её не узнать! Коль... Сгонит! Да! По будням её... По будням не любит... По будням не любит... Без зелья! Зато... Нет, нет, не то! Нет! Так... Спи, спи, это баба! Тревога? Тревога! Ах! Блин! Бельё бы надо постынуть! Ай! Так же остынно! Равняйся. Смирно. Молодцы! Уложились 10 минут. Тревога была учебной. Больно. Разойдись. Солдафон. Девочки, вам не кажется, что его надо женить? Точно, женить. Чтоб сам не маялся и нас не маял. Пирожки! Разговорчики! Зайдись! Ух ты! Ух ты! Да ты-то! Ты-то куда смотрел? Пожар тут устроил. Ну так я же тоже по тревоге. Ух ты! 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 Одних и десяток. Новый рецепт. Все сгорело с этой тревогой дурацкой. Да баба ему надо в койку, чтобы было час по ночам заниматься. Ух ты! А я не знаю. Наташка теряется. Нет, Комарова, а самой слабо? Да. Не, ну реально. Ей какой-никакой мужик. Она вроде как и жить полегче. Ну вот он не нравится мне. Усатые. Девочки, мне смешно. Нет, девочки, ну правда. Может он такой сырой, потому что... Без ласки. Девчонки! А я бы его приласкала. С калкой палку. Слушай, эти паралел. Да его из штаба выгнали за драку, за женщину. Уголовное дело завели. Тюрьма. Да кого ты слушаешь? Ну вранье, сплетни. Нам на самом деле нужно сделать так, чтобы он сам от нас сбежал. Девочки, паркуй. Давай паркуй. Давай паркуй. Давай, давай. Давай, давай. Все, молодец. Хорошо идешь. Так, давай, Грекова, Грекова. Давайте добавили ПТФ. Проведление. Смерть неподобно. Давайте. Вырабатываем, вырабатываем адреналин. Эй! 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 Актрису какую-то похожую, как ее, Шерон Астоун. Лилька, ну ты выдумаешь, вообще ничего общего. Ну, не знаю. А ты не таскай с собой, а то потеряешь. И потом она умерла на съемках. Какое несчастье. И папа поклялся быть верен ей до гроба. Вот это да. Наверное, после этого на женщин ни-ни. Дежурик, возьми абонента, сосна вызывает. Огоньку не найдется? Что? Ух ты, какая маленькая. Я все папе расскажу. Да пусть покурит. Пусть покурит. Но не здесь. Магазин. Шомбол. Шомбол. Крышка ствольной коробки. Возвратный механизм. Так. Газовая трубка. В обратном порядке. Газовая трубка. Мамочка. Мамочка. У меня палец застрял. Ну что вы стоите тут? Делайте же что-нибудь. Не надо. Больно. Как же я вам тогда помогу? А я откуда знаю? Ну вы же командир. Вы должны придумать. Папа, обманный маневр. Обманный маневр. Не слега. Спасибо. Здравия. Виноват. Не сильно породируйся. Товарищ командир. А вам не кажется, что это слишком? Почему? Слишком много внимания. Одному подчиненному. Нет, 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 нет. Знаете. Я вам... А вы... Ставись. Полиция тебе! Кого? Я им не нравлюсь. Это очевидно. Очевидно, папа, то, что ты совершенно не разбираешься в женской психологии. Давай-ка. Я тебя послушаю. Ну-ка, ну-ка. Дальше. Ты им нравишься, поэтому они и обижаются. А ты не чувствуешь, что противоречишь сама себе? Не капельки нашим девушкам кажется, что это они тебе совершенно не нравятся, а ты им как раз-таки наоборот. Только вот усы тебе совсем не идут, говорят. А что такое с моими усами? Нормальные усы или... Что? Совсем не идут? Это я тебе, папа, как женщина, говорю. Хорошо. Хорошо. Как в санатории. Или в дурдоме. Ничего-ничего, сидите. А с чего, собственно, загораем? Что у нас сегодня по плану? Лыжи. Ну, и? А мы не умеем. Не умеете? Ну, это ничего. Сегодня по лыжне поведу вас я. Девочки. Левая, левая, левая рука, правая нога. Молодцы. Хорошо. Не встаем, не встаем. Сладофон. Кончик, не отставай. Я больше не могу. Разговорчики встаю. Мамочки. Молодцы. Здорово вам в теле, здоровый дух. Не боимся, не боимся. Пошла. Второй пошел. Смелее, смелее. Ой, прости, Лилька. Что с вами? Ой. Господи. Лиля. Товарищ командир. Товарищ командир. Господи, что это с ним, а? Что с вами? Я не виновата. Ой, а что случилось-то? Боже мой, ну какая же я дура. Ну какая же я дура. Столкну. Что? Врача. Сейчас. Меня тут толкну. Я короткий путь знаю. Я быстро. Давай, давай, Натаха. На кандидатскую пошла? Поздравляю вас, товарищ прапорщик. Вы выполнили кандидатскую норму. Ну, знайте. На мастера пошла. Равняйся. Вирно. Отставить. Равняйся. Вирно. Здравствуйте, товарищи. Малыш, голос. Отставить. Отставить, я сказал. Немедленно убрать собаку с территории части. Пойдем, пойдем. Вот кто-то с горочки спустился, Наверно, милый мой идет. На нем защитна гимнастерка, Она с ума меня сведет. На нем защитна гимнастерка, Она с ума меня сведет. Зачем, зачем я повстречала его на жизни нам пути? Зачем, зачем, зачем я повстречала его на жизни нам пути? О, Комарова. Как всегда, вовремя. Точно. Ты где была? Эдик. Товарищ командир, за время моего дежурства происшествия не произошло. Дежурный по штабу, старший прапорщик Комарова. Вольно. Выслужилась? Ой, этого все равно не зачтется. Посмотрим. Не тебе одной по ночам зачеты получать. Чудеса, надо же. Гриш, Гриш, ты по маме случайно не из дуровых? Не понял. Хорошо дрессируешь, еще и поют. А, к 8 марта готовимся. А, слушай, кстати, у меня к тебе одна просьба. Купи Машке платье, понаряднее. Для концерта. Вот такого размера. Ага, хорошо. Спасибо. Пойдем, пойдем, не бойся. Папа у меня добрый. Ты колбасу любишь? Это Алия. Да, стой. Даже не знаю, как к тебе и обращаться. Может, товарищ прапорщик. Слушай, перестань, а. Да я давно перестал. Больше просьбы, пожеланий нет? Твой дружок солдафон. Точно. Он не знает слов любви. Зато их знаю и я. Еще чуть-чуть, и мы все забудем слова любви. Да в чем проблема-то? Я заберу тебя к себе в управление, и ты избавишься от этого самодура. Ну, пончик съехал с моего дивана. А это имеет какое-то значение? Вот как. И ты еще хочешь, чтобы я тебе помогал. Послушай, ты знаешь... Подумай. Хорошо, подумай. Товарищ старший прапорщик. Вы сегодня не просто прапорщик. Вы песня. Это вам. Какая песня? Сиренада. Хотите, пропою? Минуточку. Товарищ прапорщик, наведите порядок в вестибюле. Докатитесь вы оба. Муха? Сережета, сережета ля морина, Петрова на намората. Бьянка и роса, бьянка и роса, грациата, фата проприо, песчара. Тиритомба, тиритомба, тиритомба мельо вероньоте. Пешара. Муха, а ты не чувствуешь какой-то странный запах? Нет, папочка, все в порядке, садись. Ну, чем есть? Где вилка? А где наши котлеты? Мясо вредно. Я понял, обжор. Ну, тогда хоть колбасы. Так. Давай, рассказывай. А где колбаса? Малыш! Понятно. Папочка, он чистый, я его мыла. Где? Ваня, для твоего прихода. Что ж ты? Папа, а ты так же? Да. Лилёк, привет. Я Винца Варенеслава. Может, посидим по-бабски, посвлечим? Что-то так фигуло на душе вообще. Мне вставать рано. Давай завтра, а? Что, занята, что ли? Лилёк! Наташа, давай завтра. Извини, ладно? Нормально. Пока. Нормально. Пока. Маша, припей. Маша. Ты пойми, я не могу его оставить. Не могу. Командир не должен нарушать приказы, которые сам же отдаёт. А если приказ бестолковый? Значит, командир. Значит, смотри, пункт первый. Приказы не обсуждаются. Всё, разговор исчерпан. Командир. Командир. Малыш, к руку. Отставить. Ну, разве что, в карты. А как же приказ? Приказ? Карточный долг. Долг чести. Ну, не знаю, не знаю. Всё равно я опять проиграю. Ну, может, на этот раз тебе повезёт. Малыш! Малыш! И тебе я не нужна? Так. Вот так. Мм. Ну, ходи. Что у нас, козырь? Приказки. Дураки. На месте. Согласен. Ура! Я выиграла! Малыш, наша собака! Ты не жульничал? Нет, не жульничал. Чем ты не смог отбиться? А сколько вам осталось служить по контракту? Два года. Два года. Что ж... Как это? Нет оснований. Это почему же отказать? А потому что вы ценный работник. Хороший специалист. Спортсменка. Нам такие военнослужащие нужны. Так что, извольте служить. Служить, да? А жить мне как? Я такая дура. Вы же не знаете ничего. Это же... Ну, я тогда на лыжне. Я Лилю толкнула. А мы вообще с ней с детства. А малыша вон в сопки выгнали там по ночам же. Волки. Ну, всем, всем. Ну, вообще всем плохо из-за меня. Мне нельзя служить в вашу армию. Отставить, отставить. Нет, я бы тебе что за служить? Я понимаю, служба не пряник. Дуй. Но я вас уверяю, чтобы службу полюбить, ее надо знать. А чтобы знать, надо... Простите, извините. Я вас уверяю, через полгода вы себя не узнаете. Я уже тебя не узнаю, товарищ командир. Вы что, не видите? Ой, малыш! Ты где был, Пётр? Малыш мой хороший. Боже мой, ну что ж ты такой заценик? Ты где был? Под столом. Теперь это наша собака. Правда, папа? Да, правда. Ух, малыш. Перезарядить. Готовься. Слезь. Огонь! Оружие с линии огня не уводить. Что? Ой, ё! Оружие с линии огня не уводить. Расслабьтесь. Руку, руку расслабьте. Наташ, не дрожи, а то промахнёшься. Это на близости настоящего мужика. Мушка должна находиться посередине прорези. Задержите дыхание. Наташка? Что? Мама песенку допела, Мама девочку одела, Платье красное в горошках, Туфли новые на ножках. Вот как мама угодила, Марту дочку нарядила. Вот какая мама, Золотая прямо. Молодцы, через три минуты ещё разочек пройдём. Малышенька, а как же ты будешь завтра выступать? Ведь у тебя и платья нету. Вот так. Нет, ты скажи, ведь нету? Мне где Витя купит? Ну да, уже купил. Вот смотри, что он мне вчера прислал. Ай, ну иди. Ой, аккуратно. Ты не уши. Ой, я сама, я сама, я сама, я сама. Пошли. Новый год! 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 Вольно. Отнеси в штаб. Пусть передадут майору Глашеву. Ага, есть. Спасибо. Никаких признаков жизни, товарищ майор. За опасные ключи! За опасные ключи! Врача, быстро! Врача, быстро! Наташа! Надо искусственное дыхание сделать. В рот, в рот. Куда? В рот. Капитана? Я не могу, я женатый. А у меня ребенок. А что, кому-то плохо? Прапорщик Киселева, объявляю вам наряд вне очереди. Мне? Отставить! Ну что, Наташа, сегодня дядя Витя привезет мне платье. Здравия желаю! Здравия желаю! Здравия желаю! Здравия желаю! Здравия желаю, товарищ майор! Привет! Здравия желаю! Здравия желаю! Здравия желаю! Угу. 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 Буду должен! Треть зеленых звонка. Ясно. Есть! Трогай! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А по деревне мы идем, всем подарки раздаем. Давай-давай! А кому сына, кому дочь, надо девушкам помочь. Кому сына, кому дочь, надо девушкам помочь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Больно-больно. Товарищи военнослужащие, женщины, от имени командования поздравляю вас с 8-м международным женским марта. Марта, силами нашего коллектива мы приготовили вам небольшой праздничный концерт. Я сам лично присоединяюсь ко всем поздравлениям. Мороз, красный нос. Аэн Некрасов, поэма. Отрывок. Есть женщины в русских селениях с покойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пройдет, будто солнце осветит, посмотрит, рублем одарит. Идут они той же дорогой, какой весь народ наш идет. Но грязь обстановки убогой неусловно не липнет. Цветет красавица миру надива. Румяна, стройна, высока. Во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит. Всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит. Взмахнет и готова ко дна. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Мама песни напевала, одевала дочку. Одевала, надевала белую сорочку. Белая сорочка, тоненькая строчка. Мама песенку тянула, одевала дочку. Мама песенку допела, мама девочку одела. Платье красное в горошках, туфли новые на ножках. Вот как мама угодила, к Марту дочку нарядила. Вот какая мама, золотая прямо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! Передовой перевод «Антамин». АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебе очень благодарен и спасибо тебе за платье. Маш, ты счастлив. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, извини. Замотался, не успев. Старший сержант Штилёв, гитара. Валечка, достал по случаю, по личным каналам решил презентовать. Эдик, Эдик, не сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь следующий номер. Не замерзнут кошки, лапки, хвости. Дежурный по батальону капитан Судаков. Вольно, вольно. Доклад. Отставить. Капитан, пойдите-ка на второй этаж, посмотрите во всех кабинетах. Кажется, там окно открыто. Окно? Или форточка. А, есть. Наташа. Прабощек Киселёва. Да-да. Наташа. Наташа. Вот. Это вам. Это вы меня поздравить хотите? Да. Я хочу вас поздравить с международным женским днём. Спасибо, товарищ майор. Вы, как никто другой, можете поздравить женщину с праздником. Широко, с фантазией, а главное с размахом. Спасибо. Отставить, отставить, перечить. Выше стоящему начальству. Да. Особенно, если начальник, солдафон. Сами догадались, или подсказал кто? Да чего уж тут подсказывать? Когда на роже написано. На лице. На лице, да. На лице. Наташа, я, прапорщик Наташи, я хотел вас поздравить, но не потому, что я вас наряд, а вы, просто, может быть, вы воспользовались моим к вам отношением. А что, есть отношения? Отставить. Есть. В общем, спасибо вам за платье. Какое платье? Как какое для Маши, она очень рада. Да я вообще шить не умею. Тогда кто? Ну, мало ли женщин. Приглянулись вы какой-нибудь, вот она и решила вас охмурить через Машку. Это как? Охмурит, узнаете. А я такими глупостями не занимаюсь. Товарищ командир, я проверил, все окна закрыты. Почему вы все время надо мной издеваетесь? Вот, это за платье. Отчего берега забела на небелая кора? Отчего ребят так мало? Их боела мошкара. А-а-а-а! Отпыла Серёмуха великая весточка. Отходил ко мне миллионок серенькая кепочка. А-а-а! А где прапорщик Киселёва? В другом номере программы? Нет, не программы. Это как? Это где? На няня. Да ты чего, больно? Поряд в женский день, но она ведь всё-таки женщина. Прежде всего она военнослужащая. Ты понял? Нет, не понял. Я начинаю. Замекать, Натиска, истоколка. А-а-а! Я маме помогала. Я булочки пекла. Но булочек с изюмом из печи я не смогла. Знаете, в чём дело? Весь изюм я съела. А-а-а! Иди сюда. Нет, нет, я ещё даже анекдот не рассказала. Сидят дед с бабой, ругаются. А баба ему... А ты, дед, вон. Кто там? Да сиди за мазок. Спасибо! А-а-а! А-а-а! За что? Ой! За платье. С чего ты взяла, что ты я? Ты мне солдат сказал. Ну почему ты не сказала папе? Ведь ты поэтому заснула? Машка, женщина не должна покупать мужчину. Ну а разве это платье можно купить? Особо прожорливых, у которых путь к сердцу лежит через желудок, можно купить и на тарелку супа. А ты прямо как Золушка. На тебя, Золушка, где ж тогда мой принт? Сейчас будет. Опять него. Чёрт его тёрнул. Марка, ты что, с ума сошла? Ты знаешь, что мне за это будет? Так, ясно. Сейчас. Стой. Черт. Кто нажал кнопку тревоги? Я! Товарищ майор, личный состав части для экстренного сбора собран. По неизвестной причине отсутствует старший прапорщик Комарова. Да вот она бежит. Старший прапорщик Комарова, прибыла. Старший прапорщик Комарова, поздравляю вас с майором. Красотка, пиши пуговку. Здравствуйте. Я, я чего пришел, я хотел сказать, что вы меня простите, я, наверное, вспылил. Я сидел и думал, действительно, зачем вам заниматься такой ерундой? Ширь в платье, Маше... Да нет, это я. Сейчас, минуточку. Возьмите. Опа! Ха-ха! Разрядил обоим? Не понял. С праздником, Наташенька. Никак вырваться не мог. У кого праздник, у меня служба. Вопрос о переводе решен. Будешь служить у меня. Чаще будем видеться. Я с тобой вообще видеться больше не хочу. И переводиться я никуда не собираюсь. Серьезный разговор, а мы в дверях. Грубо. Комаровой очень идет твоя шинель. Правда, Щепкиселева, это правда. Так я же... Да я что, Гришка, врать тебе буду, что ли? Наташа, ты действительно этого хочешь? Так я же, когда писала, это было, я просто сейчас... Пропорщик Киселева, в течение пяти суток вам надлежит убыть на новое место службы. Так послушайте... Выполняйте приказания. Вы свободны. Есть. Рекомендуешь? Не понимаю, о чем ты. Да брось придуриваться. Будь ты не понимаешь, о чем. А Наташа? Феерическая женщина, правда? В постели. Но ты же знаешь, что она там вытворяет, а? Я не знаю. И знать не хочу. Да ну. Вот что, ни разу с ней... Ну ты и придурок. А ты у меня офицерским судом не отделаешься, я до прокуратуры делом-то веду, понял? В чем дело? Вам было вот оно, предписание. Звольте выполнять. Вот так. Ну спасибо, друг. Считай, что ты дембель. Здесь тебе не в штабе дивизии. Здесь твоих дружков нет. Никто покрывать не будет. Понял? Да не переживай ты, Наташка. Там город. Мужиков тьма. Журнал берешь? Да. К тому же управление, генералы, сплошные десятки. Товарищ генерал-полковник. Есть. Звук. Продолжение следует... Продолжение следует... Есть! Продолжение следует... В течение ближайших трёх суток будет проведён строевой смотр, проверка боевой, физической, огневой и тактической подготовки, а также проверка общего состояния части. Ну, а вопрос о переводе майора Власова на другую должность будет решён по результатам этой проверки. Продолжение следует... А Комарова вообще перед всем строем он опозорил. Садист, в женский день тревогу. Да мы же для него как солдаты. Это я нажал от ногу. Как? Нет, вы бессовестные, а? Договорились бы прежде. Исилёва, а тебе вообще что за дело? Сама так в управление переводится. Угу. Не пойму я её. Что за бред? Подожди, стой, это правда? Правда, Машка у каждого своя. Ты переводишься? Меня переводят. А как же папа? Ну, папа твой, слышишь, ничего не хочет. Да и поздно уже, при газ подписан. Ну, ты же не хочешь от нас уезжать, ведь не хочешь. Ой, Маруся, генерал личные желания подчинённых не рассматривает. Это мы ещё посмотрим. Соли мало? Ага, а сосиски переваренные. Этого уберут? Неизвестно, кого на замену пришлют. Может, ещё и почище. Куда уж ещё-то? Кислухин его подставил, а вы и рады стараться. Я же говорила, его прошлое, тёмное. Нет, подожди. Это он же тебя 8 марта в наряд. Ты что? Да мы же за тебя. Да я сама виновата, заслужила. И ты его защищаешь? Угу. Служили себе, горе не знаю. Угу, вот именно. Звали его. Понаедут всякие. А потом бельё пропадает. Не, я, конечно, понимаю, что вам на честь батальона наплевать. Уж очень, наверное, хочется перед генералом опозориться, да? А что нам генералом? Он не по нашу душу приехал. Ну, ну чё переживаешь-то? Одного сняли, другого поставили. Ты-то что волнуешься? Ой, дуры вы. Власов для вас старался, а Кислухин сволочь. А вы, получается, с ним заодно. Молодцы. А мне, Григорий Михайлович, нравится. Я что, не говорите, на два размера похудела? Ой, да ладно. Девчонки, с Наташкой-то что? Она что, не с той ноги, что ли, встала? Она, наверное, хочет старшего прапора получить. Да я... Ну, вы девке даёте. У неё же на лбу написано. Да влюбилась, Наташка. Точно? Уверена? Девчонки, влюбилась. Ерунда, уж я бы знала. Ой, влюбилась. А то растал бы она так, да? Наташке помочь надо. Ну что нам, ну что нам? Слабо, что ли? Строевой, ну отлично сдать. Ну, с тобой-то у нас никаких шансов. Нет, девочки, всё у нас получится. Молодец такого-то. Можешь ведь. Давай, давай. Давай, 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 давай. Вдох. Есть. Молодец. Руку ровно. Так, мушка посередине пролези. Такий вдох. Огонь. Военнослужащие обязаны проявлять особое внимание. Военнослужащие обязаны проявлять особое внимание пожилым и людям, женщинам и детям. Жилым людям, женщинам и детям. Прапорщик Федорченко, упражнение закончила! Молодец! Комарова, застегнись! С какой стати? Вы что тут с солдатками решили заделаться? Да, Витя! Кто? Майор Кислохин, Пашлова Власова, вместе с кашей съест. Да ты знаешь, какие у него нарушения нашли. Пойдем как надо. Ты учти, Комарова, Кислохин в управлении, а мы рядом. Вот именно. Старший прапорщик Комарова, привести форму в порядок. Сразу бы так. Проняйся! Сыра! К торжественному маршу, с места, с песней, Кшакым, марш! До свидания, яблони и груши, Моплы и туманы над рекой, Выходила на грех, Катюша, На высокий берег, на крутость. Мишень номер пять. Мишень номер пять. Мишень номер пять. Прапорщик Судакова, стрельбу закончила. Младший сержант Бикселеева, стрельбу закончила. Прапорщик Киселева, стрельбу закончила. Прапорщик Педорченко, стрельбу закончила. Младший сержант Перельман, стрельбу закончила. Старший прапорщик Комарова, стрельбу закончила. Прапорщик Грекова, стрельбу закончила. Младший сержант Ракова, стрельбу закончила. Мишень, номер пять. Старший прапорщик Комарова. Я. Подойдите ко мне. Есть. Старший прапорщик Комарова. Вот это я понимаю результат. Молодец. Смотрите, 80 из 80 возможных. Снайпер. Женщина-то интересная. Служу России. Жалобы есть? Нет. Молодец. Служу России. Майор. Да, товарищ генерал. Жду объяснений от вас. Если они окажутся не слишком убедительны, я пойму, что ваш рапорт это клевета. Надеюсь, вы понимаете, какие могут быть последствия. Товарищ генерал, я могу поручиться. У меня есть свидетели. А здесь все подстроено. Майор. Валька, но ты ведь не умеешь стрелять. Я? Снайпер. А, снайпер. Гной. Быстрее. Не отставай. Не догонишь. Не догонишь. А это что такое? Да я вам сейчас... Эх, не попала. Приезжайте к нам еще, а, товарищ генерал. Может, и приеду. Ну, молодцы. Молодцы. Замечательно. Спасибо, товарищ генерал. Спасибо. Молодец. Молодец. Все прекрасно. Великолепно просто. Результаты замечательные. Вот. И отношение главное какое. Не просто как к военнослужащим, а как к женщинам. Молодец. Только между нами. Вот усы вот эти. Не идут. Кислухиным в управлении разберемся. Ой. Ну вот не хочется выезжать мне от вас, девчата. Ах, красавица вы моя. Красавица моя. Красавица. Пока. До свидания. До свидания, товарищ генерал. Чао. Я же говорила, девчонки, все получится. Ну ладно, девчонки, я на складке и деку. Позвольте, я вам помогу. Да, конечно. Ой, как хорошо. Обходной. Только вашей подписи не хватает. И что, я должен подписать? Ну, если хотите... Я не хочу... Поймите, от моего желания уже ничего не зависит. Можно с Машей попрощаться? Да-да, конечно. Маша! Здравия желаю, товарищ генерал. Это что такое? Ты как здесь оказался? Виновата, товарищ генерал. Пробралась, используя военную хитрость. А ты как-то не хочешь погулять в другом месте? Подождите, я же по делу. Прошу оказать содействие по уставу. Да, ну и... Статья вторая. Военнослужащие должны проявлять особое внимание к женщинам и детям. О, ты понял. Ну что ж, давай окажем содействие. Ну, что случилось? У нас женщина. Не понял. Не забирайте, пожалуйста, Наташу в управление. Она не хочет. Какую, Наташу? Прапорщика Киселёву. Вы подписали приказ о переводе. Ну, что значит не хочет? Приказ есть приказ. А как же устав? Вы же не оставите ребёнка сиротой. Какого ребёнка? Меня. Наташа мне как мама. А если вы её заберёте, они с папой никогда не поженятся. И неженатые мужчины живут на 10 лет меньше. О, как. Ты прости меня. Я так и не смог сказать. Ну, не умею я. Так, я понимаю. Ну, такая ситуация. Чего ж тут? Я... Ну, я пойду? Да. Подождите. Вы же хотели попрощаться с Машей. Маша! Хотела, но с вами тоже. Конечно. Да. До свидания. Вам огромное. Искренне. Очень приятно было работать. И я тоже вас. И мне, и мне. Да. Да. Послушайте. Вы ведь можете поехать завтра. Я на машине с комиссией сегодня. Так удобнее. Спасибо. Да, да, конечно. И подождите. А, куда вы поехали-то? Да подождите! Да куда же они? Да сделайте что-нибудь, товарищ командир. Ну, что вы? Я не могу. Там генерал. Тебе не надо никуда уезжать. Генерал отменил приказ. В каком смысле? Как? Как учили. По уставу. Так, товарищ командир, я что-то не пойму. Мне как? Служба-то моя продолжается? Нет? Или вернем? Нет. Даже не надейтесь. Теперь уж, товарищ прапорщик, я с вас глаз не спущу. Рука в об руку, так сказать. Бок в обок. Плечом к плечу. Товарищ прапорщик, разрешите тебя поцеловать. Ура, 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 ура. Тетя Ирина, ваше белье. Где? Вот. А ну, стой! Я кому говорю, стой! Эй! Эй! Стой! Стой, оттой! Оттой, кому сказала! Эй! Олис! Олис, не гоняй! Олис, стой! Мы разоконтанем! Олис, не гоняй! 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 Олис! Олис, не гоняй! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok